Ковид цифры снова растут. В среднем 220 человек в сутки на прошлой неделе, против 205 неделей ранее. Много заболевших школьников за прошедшие 7 дней на карантин отправили 135 классов. Среди детей и подростков рост заболеваемости в 4 раза. Это не пик. Больше заболевших будет позже. Специалисты ожидают до 300 случаев в день. Сегодня ситуацию с коронавирусом обсудили на совещании у президента. Не надо удивляться росту заболеваемости. Начался учебный год. Среднеучебные заведения начали лечебный процесс выше. Поэтому, по большому счету, рост он и имеет среди детей и среди взрослых. Потому что дети несут заболевания домой, заболевают все. Поэтому надо на эти вещи смотреть спокойно. Если дети заболели, то класс или группа там отправляется на карантин на две недели. То есть, эта норма продолжает действовать. Самое главное, мы готовы. Система здравоохранения готова. Медикаменты в наличии. Средства защиты в наличии. Все на месте. Поэтому как бы продолжаем бороться. Сейчас еще и сезон простуд. В Приднестровье уже есть вакцина от гриппа. На днях привезли почти 27 тысяч доз. Производитель Корея. Четырехвалентная. То есть, от двух типов вируса гриппа А и от двух типов вируса гриппа Б. Данной вакциной, в первую очередь, будет вакцинироваться контингент риска. Это немцовские работники, педагоги. Следующее, это во второй этапе, это люди с хроническими заболеваниями. И уже по остаткам все желающие. На этой неделе мы уже начали раздавать вакцину в соответствии с разнарядкой. Уже через неделю вакцина от сезонного гриппа поступит в поликлиники. Важно не путать ее с вакциной против коронавируса. От ковида у нас тоже продолжают прививать. Продолжение следует...